Итак, тема начинает чуть-чуть накаляться, тема связана с идеологией, с определенностью, потому что американская определенность, очевидно, она ушла, она уходит, а российская определенность, она еще не появляется. И сейчас расскажу кратко, как я вижу, через Нептун это дело будет происходить. Сразу скажу, что Нептун примерно через 2-3 года войдет в 17 гексограмму. 17 гексограмм это как раз тема идеологии. Но немножко поясню. Вот смотрите, вы шли определенным путем, у вас была определенная идеология. Ну, например, я люблю приводить этот пример, описывая историю гексограммы, чтобы вы понимали. Давайте, вот, откройте Мандал, Дизайн Человека, поставьте на паузу. Потому что куда вы все торопитесь? Мне вообще нужно выписывать, слушать и выписывать каждое слово. И вы вот увидите, значит, 37-я, 63-я, 22-я, 36-я, 25-я, 17-я и 21-я. Теперь расскажу, кто в курсе, тот просто будет заполнять свои пазлы. Кто не в курсе, ну, просто примите, что через 2-3 года возникнет тема идеологии. Теперь поясняю, смотрите, вот такая история. Представьте, идет, ну, в общем, кораблекрушение происходит. И вот люди в шоке, такие, знаете, пробуждаются, и, в общем, оказываются все на необитаемом острове. Вот они, когда выплывают и становятся на необитаемом острове, они оказываются в 37-й гексограмме. То есть это люди, объединенные общей целью, начинают создавать какой-то свой быстрый внутренний мир. 37-е. Вот они самоорганизовались. Дальше наступает 63-е. Когда компания самоорганизуется, все там налаживается, главный босс, тот, кто лучше всего во всем понимает, он идет, едет на острова, человек идет на другой конец острова, для того, чтобы подумать, а что делать дальше. Ну, это логично. Соответственно, когда он приезжает и приходит, то есть когда он там размышляет, он думает, так, вот на этого я могу рассчитывать, на этого могу, на могу, 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 а на этого не могу, надо что-то сделать. И когда он приезжает на, ну, приходит на другую часть острова к своим, или приезжает с островов, что сделает? Он кому-то поможет, то есть он уже идеей загорелся туда, да? То есть идти. То есть что значит 63-й? Это, обратите внимание, это взгляд в будущее. Да, вот в будущее. Откройте бодиграф, кто не знает, кто знает, я думаю, вы сейчас заполняете свои пазлы. То есть уже взгляд в будущее подразумевает уже изменение направления. Ну, логично. Соответственно, что происходит дальше? Вам под это направление, теперь вам надо людей этих подстроить. Подстроить. А как вас их подстроить? Ну, я думаю, слушайте, давайте простым более языком, более таким семейным. Ну, я не знаю, это когда вот женщина приезжает с отпуска и думает, а куда ей дальше идти? Или мужчина приехал там с размышлений, с рыбалки, и он там думает, так, а куда дальше поехать? Мне надо поразмышлять. И он начинает что? Он начинает членов семьи, ну, я не знаю, там с ними разговаривать, там с ребенком. То есть он начинает людей настраивать. Генеральный директор начинает пить кофе с кем-то, кого-то вызовет, кого-то поделится идеей, соберет корпоратив, ну, и так далее, и так далее. Короче, вот когда дальше идет 22-я, 22-я вы подстраиваетесь под коллектив, да, то есть чтобы его изменить. Ну, кстати, давайте так напомню, скажу, значит, Олимпиада, да, по-моему, Олимпиада была, Нептун был в 55-м. Ну, кстати, у меня в ВКонтакте, можете этот пост найти, я там подробно описывал эту тему через поиск. Сейчас не буду. Вот 22-е это было, Нептун стоял в 22-х, это была пандемия, вспоминаем, да, наш главнокомандующий, он подстраивался под человека, там, знаете, запускал, изменял направление, вам сюда, вам сюда, вам сюда и так далее. Дальше что происходит? Когда направление поменено, это становится не протоптанная дорожка, это направление меняется, то есть направление в будущее меняется. Соответственно, дальше происходит кризис, кризис это что-то необычное, в кризис, то есть вот сейчас Нептун, он только вышел из кризисных ворот, но он сейчас за них опять вернется. То есть это вот как раз СВО, ну и так далее, и так далее, да, вот то, что сейчас происходит. То есть мы пошли новым направлением. И как я еще говорил три года назад, даже у меня есть пост, я говорил, нас будут подщипывать. То есть еще не было ничего, я уже об этом сказал, нас будут подщипывать. Почему? Потому что изменяется курс, соответственно, изменяется вектор. Соответственно, ну как бы ты начинаешь идти, мягко говоря, не по тропинке, а по лесу. А если по лесу, надо идти не по тропинке, а по сучкам, по задоринкам, это значит подщипывать тебя будут. Вот смотрите, теперь подходим к плавных концепции. Дальше идет двадцать пятый. Двадцать пятый – это когда вы вышли. Вот это, знаете, такой белый свет, поляна в конце тоннеля. И вот здесь, там нету курса. Смотрите, там есть просто ощущение, что ты вышел на свет, на свет и говоришь, все, я все люблю, я готов на все. Вот в двадцать пятых человек через это, через все проходит. Просто проходит через это. Но здесь еще нет курса. И вот почему, если вы будете читать в четвертой линии, например, двадцать пятых, это роза на мусорной куче. То есть, что это значит? Роза на мусорной куче. Роза – это метафора вот этого вашего состояния, какие вы молодцы. То есть, что это значит? Сейчас он зайдет в тридцать шестый, потом вернется снова в двадцать пятый. И вот возникнет такое чувство, что все, мы молодцы. То есть, молодцы – это значит, что в стране, скорее всего, знаете, что будет происходить? Ну, заводы запустятся. Вот какой-то, знаете, такой процесс. Наконец-то мы увидели свет в конце тоннеля. То есть, наконец-то мы оказались в том состоянии, что вроде как и это строится, и это. Какие-то процессы налаживаются. То есть, знаете, как вот можно расслабиться. Поэтому они называются ворот вселенской любви. Кстати, по солнышку – это день весеннего равноденствия. То есть, вы понимаете, это глобально. Сейчас на планете Земля будет день весеннего. Ну, сейчас он зашел, нас познакомил. Сейчас он выйдет и опять потом, по-моему, в следующем году уже зайдет. То есть, такой будет планетарный день весеннего равноденствия, когда, наконец-то, мы дождались вот этой психологической отметки, что зима закончилась. То есть, такая планетарная зима заканчивается. Что происходит дальше? То есть, будет вот это состояние. Я думаю, что состояние, когда мы внутри россияне почувствуем, что вот мы молодцы. Да, вот что мы внутри себя, вот знаете, как приобрели какой-то костяк, и вот с этим костяком мы себя можем хорошо чувствовать. Вот эту вот розу мы почувствуем. Да, розу, то есть, что-то такое приятное, прикольное и так далее. Хорошее, красивое. Но мусорная куча – это означает, что Америкосы, Англосаксы и вот эти события там Грузии и так далее, и так далее, все это будет напирать. То есть, мусорная куча, она как бы напирает на розу. Понимаете, что это такое? Да вот все будет происходить в районе двух лет, двух-трех лет примерно. И вот пятая линия так и называется, когда иссушены последние соки невинности, то есть, когда вот выживание становится приоритетом. То есть, что это значит? Вот эта идеология темы, она должна вызреть. Идеология темы, она должна вызреть в людях. То есть, это тогда, когда внешние обстоятельства будут напирать на внутренние обстоятельства. То есть, смотрите, когда иссушены последние соки невинности, то есть, когда вот вам было хорошо, но вы понимаете, что внешние обстоятельства начинают настолько давить. Ну, это вот, если вернуться к метафоре острова, то есть, в 36-х мы плыли, в 63-х шеф сказал плыть на тот остров, а для этого нужно лодку создать. В 22-х он всех подговорил, в 36-х мы начали грести до этого острова. И вот в 25-х мы оказались на острове. Но на острове есть индейцы. Понимаете? На острове есть индейцы. И вот эти индейцы, они как бы, то есть, если вы без курса, то эти индейцы начнут вас, ну, из-за там комары, там, какие-то насекомые, животные, там, не важно, они вас начнут сжирать. И вот для того, чтобы вас не сожрали, у вас должен быть курс. Курс. Но курс на том острове, он непонятен, поэтому курс, он должен возникнуть. И вот здесь, я так понимаю, начнут события вокруг нас происходить. Я думаю, это еще связано с тем, что, ну, с бывшими республиками, то есть, мир начнет жить свою жизнь, да, то есть, там, с Ближним Востоком, ну, и так далее, и так далее. И вот, то есть, условно, от американцев свалили, а оказались, типа, вот в таком мире, в котором, ну, короче, на другом острове с индейцами. И вот здесь возникнет у людей настоящая идеология, что на самом деле люди хотят. Вот какая она, эта идеология, как по-новому жить. То есть, мы должны будем, получается, обратиться к какой-то некой исторической памяти нашей, чтобы осознать какую-то, вот знаете, такую сборную, наверное, может быть, но, ну, новое, ничего нового в этом мире нет. Лишь в терминах звучит волнующая новизна. То, и вот здесь возникнет именно идеология. Вот почему Александр Григорьевич Лукашенко несколько лет назад сказал, что он говорит, идеология должна возникнуть, ее не придумать. Ну, вот, собственно говоря, вот такой вот ответ. Так что через 2-3 года, 4, у людей события нас будут еще сильнее сжимать. То есть, мы будем прямо сжиматься, 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 до тех пор, пока скажут, да что ж такое-то, я хочу так. И все. То есть, события за 2-3 года, они сформируют курс, как нам, как государство, как нам всем, так или иначе, ну, там, россиянам, жить уже в новом мире. Вот такая вот тема.